В октябре прошлого года в Заурале насчитывалось 4 проблемных объекта. Такие данные озвучил губернатору председатель комитета по архитектуре и строительству Курганской области Юрий Выродов. Первый жилой дом по адресу Мальцева, 25, где насчитывалось 32 обманутых дольщика, был достроен в декабре 2011 года. Сейчас все участники строительства получили долгожданные квадратные метры. Еще один долгострой на пересечении улиц Бурова, Петрова и Гоголя также близится к завершению. Возведены 6 из 10 этажей. 63 пострадавших курганца объединились в ЖСК и самостоятельно ведут застройку своего дома. На особом контроле осталось лишь два участка – на бульваре Солнечном и улице Куйбышева. 17-этажный жилой комплекс «Спелс» самый сложный, рассказал Юрий Выродов. Новый застройщик попросту не может выкупить ближайшие к стройке земельные участки. Данные земельные участки не вошли в необходимую придомовую территорию, что в настоящее время не дает возможность продолжать строительство вот этого объекта как жилой дом. То есть территории для обслуживания этого жилого дома просто недостаточно. А вот эти смежники, о которых я сейчас говорю, выставляют очень тяжелые финансовые претензии по отношению к стройтэксу. Всего в Комитете по архитектуре и строительству насчитывают 110 обманутых дольщиков. Однако Олег Богомолов поставил эту цифру под сомнение. Из этих 110 человек – это все нуждающиеся в получении жилья? Или половина из них – это люди, которые вложили свои деньги для того, чтобы построить квартиру, а потом ее продать? Для того, чтобы нам выполнять поручение президента, мы должны понимать, мы должны помогать тем людям, у кого на самом деле не было жилья, и они это жилье строили, потому что жить негде. По поручению президента России, проблемы обманутых дольщиков по всей стране должны быть решены до конца 2012 года.